Через недолгое время после третьего путешествия Синдбад отправился в новое, четвёртое. Но судно, на котором он плыл, вновь попало в кораблекрушение. Спаслись, доплыв до неизвестной суши, лишь сам Синдбад и ещё несколько человек. Остальные погибли. Двинувшись по берегу, уцелевшие мореплаватели дошли до роскошного дворца. В нём жил царь этой земли. Он тут же усадил несчастных путешественников за стол и стал угощать их странным кушаньем. Спутники Синдбада с жадностью набросились на еду, но сам он из осторожности отведал её лишь чуть-чуть. Вскоре оказалось, что это кушанье лишало человека разума, постепенно превращая его в животное. Царь и его придворные были людоедами. Они специально кормили попавших к ним иноземцев этим яством, чтобы лишить их воли. После того, как те набирали достаточно жира, их резали и ели. Товарищи Синдбада быстро стали похожими на свиней. Пастуху поручили гонять их на пастбище, как скот. Синдбад не притрагивался к угощению людоедов. Он сильно отощал от недоедания, но упорно искал способ бежать из этой страны. Пастух, пасший его товарищей в стаде с животными, показал ему дорогу, которую выводило из людоедского царства. Синдбад шагал по ней семь дней и семь ночей, и, наконец, пришёл в другую страну, чей царь Тейгамус принял его очень милостиво, сделал одним из своих приближённых и женил на дочери Визеря. Но уже после свадьбы Синдбад узнал про жестокие обычаи этой страны. Когда в какой-либо семье один из супругов, муж или жена, умирал, второго хоронили заживо рядом с ним в одной могиле. Вскоре так погребли, после смерти жены, друга Синдбада – Абу Мансура. Мореход был потрясён. Он просил, чтобы царь Тейгамус освободил его от этого обычая, как иноземца, но просьбу отклонили. На беду вскоре скоропостижно скончалась молодая жена Синдбада. Вместе с нею морехода опустили в глубокую пещеру на вершине одной горы и завалили большим камнем, оставив ему лишь кувшин воды и семь лепёшек. В пещере было полно мертвецов, одетых в лучшую одежду и имевших на себе роскошные драгоценности. Еда Синдбада быстро кончилась. Он ждал неминуемой смерти, но на следующий день проснулся от слабого шороха. Рядом начал скрестись, а затем пробежал какой-то зверь. Синдбад бросился за ним и вскоре увидел полоску света, которая делалась всё шире. Так он нашёл выход из пещеры мертвецов к берегу моря. Здесь можно было дождаться случайного корабля. Синдбад подумал, что плохо возвращаться домой бедняком. Решив снять часть драгоценностей с мертвецов в пещере, он вернулся туда и набрал целый узел дорогой утвери. Потом он несколько дней ждал корабля в пустынном прибрежном месте. Наконец, тот показался. Синдбад стал махать ему с берега. Корабль взял его на борт и отвёз на родину. Мореход сложил привезённые сокровища в свою кладовую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Отвёзивы